Доброе утро! Кое-кто сказал мне поздравить вас с днём рождения. В среду будет день рождения Имануэл Ти Ви. Имануэл Ти Ви исполнится 11 лет. С днём рождения! Зрители всего мира, с днём рождения! Вашему Имануэл Ти Ви будет 11 лет. Аллелуя! Иисус знает, что многие из них, которые из нас здесь покаются, потому что вы истинно рождённые свыше. А как мы узнаём, что вы истинно рождённые свыше? Мы узнаём это потому, что каждый раз, когда вы совершаете ошибку, вы бежите к Богу. Вы рады это слышать, не так ли? Это пророчество. Это небесное послание. Иисус говорит, что Он знает, что вы покаетесь, потому что вы истинно рождённые свыше. Если вы истинно рождённые свыше, то вы можете только совершить ошибку, но вы не можете согрешить. Если вы воистину усыновлены Богом, если вы истинно рождены свыше, ничто не сможет отделить вас от Бога. Вы можете совершить ошибку, но вы не можете согрешить. Ошибка становится грехом, когда вы отвергаете покаяние. Как мы узнаём, кто истинно рождён свыше? Мы знаем, что каждый раз, когда истинно рождённый свыше совершает ошибку, он бежит к Богу. Прости меня, прости меня. Он присоединён. Его положение не может быть аннулировано. Оно всегда сохраняется. Он может только на время оставить своё место и потом вернуться. Название послания «говорить верой». Скажите, «говорить верой». Нам надо много всего прочесть, но я открою послание евреям, где говорится именно о том, что мы обсуждаем. Евреям 4 глава. Я начну с 1 стиха, а наш основной стих – это 3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим, то есть недостигнутым благодати, милости. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользу слово слышанное, не растворённое верою слышавших. «Обходим в покой мы, уверовавшие». Так как Бог сказал, «Ходят в покой уверовавшие». Это значит, что вера и покой неразделимы одно от другого. «Если наше сердце истинно верует, оно всегда будет в покое». «Если наши сердца взволнованы и неспокойны, если мы боимся того или этого, если мы с трудом планируем, принимаем решения, умоляем, просим о помощи, то это означает, что мы всё ещё не уверовали. Когда кто-то истинно уверует, он пребывает в покое. Когда кто-то верует, он перестаёт беспокоиться. Когда вы истинно верите Иисусу, вы перестаёте беспокоиться. Задумайтесь над этим. Вера не приходит посредством усилия. Всё, что приходит через усилия, это не вера. Вера – это то, что приходит спонтанно, непринуждённо. К примеру, если мы видим человека, мы знаем, что он там. Нам не надо напрягаться, чтобы поверить в это. Вот что такое вера. В одно мгновение мы верим спонтанно. Я показываю вам, что такое вера. Есть самые разные виды верований. Вера в веру, вера в себя, вера во что-нибудь естественное, вера в то. Мы применяем слово вера в бизнесе. Я верю в тебя. Я верю, что ты справишься с работой. Самые разные виды верований. Это не вера в Бога. Если у вас есть вера в Бога, то вы должны не просто веровать в Него. Сегодня мы заявляем, что мы верующие. Но где наша вера? Вера – это практика. Наши дела выражают то, во что мы веруем. Реальность веры может быть доказана только на практике. Мы должны не просто говорить о вере. Мы должны практиковать ее. Вера – это убеждение. Это демонстрация. Имейте веру в Бога. Сегодня люди не знают, как веровать и как выражать свою веру. Многие говорят, что они верят. Я верю в Иисуса. Если ты веришь в Иисуса, где твоя вера? Нам необходимо не только знать Бога, как нашего Господа Вседержителя, мы должны знать Его, как дети знают своего Отца. А как дети знают своего Отца? Хорошие дети зависят от своего Отца. Они знают, как сильно они любят своего Отца и как сильно они нуждаются в Нем. Вера может быть применима. Это сфера применения. Вы можете сказать, «Я верю», потому что знаете, что невозможно просто так взять и показать это верование. Мы прячемся за этим верованием. Но вера может быть применима. Мы можем испросить все Божьи благословения через веру и проявить их в своей жизни. Имейте веру в Бога. Библия полна обетованиями. Для всего есть обетования, что Бог исполнит для нас, если у нас будет вера. Бог будет слушать нас, покуда у нас будет вера. Но без веры обетование мертво. Точно так же вера мертва без дел. Кто из нас может встать и сказать, «Я знаю Бога, как дети знают своего Отца?» Вы знаете Его только как Господа Вседержителя. Он единственный. Он все во всем. Он творец видимого и невидимого. И это все. А вопрос заключается в том, как надо верить в Бога. Мы верим в Бога через то, что окружает нас ежедневно. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Смотрите, я хочу заговорить, ответить, поднять руку, поприветствовать. Я упоминаю Иисуса. Я хочу прокашляться. Я призываю Иисуса перед этим. Вера – это практика. Дети знают своего Отца. Дети зависят от своего Отца во всем. Мама, папа, они зависят полностью. Хорошие дети не хотят ничего делать сами по себе. Они зовут папу всегда. Вы такие дети. Библия называет нас детьми. Он не назвал вас мамой или папой. Вы себя так называете. Но эти имена не войдут на небо. На небе вас знают только как детей. Вас могут называть мамой, папой, сестрой, апостолом, пророком. Вам это может нравиться. Но когда вы пойдете туда, там вы только дети. Из-за того, что у вас есть все эти имена, вы думаете, что вы можете делать все сами. Маме ведь не нужна щита помощь делать простые вещи. Мама сама знает, как все делать. Это проблема, с которой мы сегодня имеем дело. Перед Богом вы дети. Это абсолютная зависимость от Бога. Когда вы собираетесь сесть – Иисус. Когда хотите помыть руки – Иисус. Под каким именем вас знают на небесах? Нас знают как детей Божьих. Спасибо. Ваши дети называют вас мамой. Поэтому вы думаете, что вы сами можете уложить себе волосы. Маме, 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 маме. Да, я так думаю. Так что вам надо делать теперь? Мне надо осознать, что я должна умолиться еще больше, потому что перед Богом я дитя. А что вы должны делать как дитя? Я должна поступать как ребенок и познать его как своего отца. Кто-нибудь может еще сказать? Это полностью зависит от него, как от отца. А как именно дети зависят от отца? Иметь веру в него. Не думать о том, что ты можешь упасть, но покоиться, зная, что твой отец рядом и что он заботится о тебе. А кто вы пред Богом теперь? Я дитя Божье. Вы дитя Божье. Не отец. Не отец? Хотя ваши дети вас так и называют. Нет. Не отец, не дядя, не брат. Не смотрите в синагоги. Нет, нет. Мы должны знать, кто мы. Вот в чем наша проблема сегодня. Зрители, находящиеся дома, послушайте меня. Никто не может проповедовать такое без откровения. Я вышел сюда с откровением, которое решит вашу проблему. Откровение, которое решит вашу проблему. Прежде того, что вы отец своих детей, чей-то дядя, брат, какой-то главнокомандующий в этом мире. Для Бога мы дети. Если мы дети Божьи, каково положение детей пред отцом? Абсолютная зависимость. Когда вы хотите что-то сказать, Иисус, перед тем, как вы что-то скажете, хотите побежать, дети ничего не могут делать сами. Ребенок сам может что-то сделать? Эти дети вы. Это глубокое откровение. Люди потерялись в этом мире. Абсолютная зависимость пред ним. Вы должны знать, как сильно вы в нем нуждаетесь. Точно так же, как ваши дети дома нуждаются в вас. Хорошие дети. У нас бывают и плохие дети. Такие, когда у вас нет дома, могут открыть вашу кастрюлю и съесть ваш суп. Абсолютная зависимость пред ним. Чтобы говорить, смотреть, одеваться и делать что-либо. Забудьте о вашей гордости в этом мире, о почтении, которое оказывают вам ваши дети, члены вашей церкви, которые называют вас пророком, священником, тем, другим. Когда меня называют главой синагоги, я не слушаю вас, потому что я знаю, что это суета-сует. Глава находится на небе, а я не глава. Мы должны знать Бога не только как Господа Вседержителя. Мы должны знать Его, как дети знают своего Отца. Знаете ли вы Его, как дети знают своего Отца? Вы прославляете Его, преклоняетесь пред Ним, поклоняетесь Ему, вы танцуете, вы говорите, что Иисус – единственный Господь, Он – Искупитель, Спаситель. Вы даете определение себе, «Я христианин, я рожден свыше». Вы точно уверены, что знаете Иисуса, как дети знают своего Отца? Вы читаете Библию от бытия до Откровения. Вы можете опровергнуть любого. У вас есть ученая степень, титулы. Вы пророк, священник, вы то, вы сё. Но знаете ли вы Его, как дети знают своего Отца? Возвращаясь к тому, кто вы есть, вы – Дитя Божье. Ведь никто из вас не представляется, как Отец Божий, но как Дитя Божье. Как вы представляетесь? Дитя Божье. Почему же вы не поступаете, как Его Дитя? Почему вы ведете себя, как Мама Божья? Разве вы родили Бога? Нет. Но вы и так себя ведете. Вы бежите к Нему только, когда у вас трудности или проблемы. Вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Нем. Если вы – Дитя Божье, почему вы не знаете Его, как дети своего Отца? Слово «вера» связано именно с этим. Что такое вера? Вера – это сердце, которое верит Богу посреди обыденных обстоятельств. Мне нужен Бог, чтобы сесть, встать, принять ванну, надеть одежду или очки. «Если вы проходите с Богом все эти элементарные вещи, то тем более будете с Ним в серьезных делах». Вы – дети Божьи. Почему вы не можете вести себя, как Его дети? Еще не поздно. Вам нужно понять, как сильно вы нуждаетесь в Нем. Скажите, «Я – Дитя. Помоги мне надеть очки». Вам нужна эта сила. Вы думаете, что вы делаете это своей силой, но это не ваше. Ваша сила – не настоящая. Вы думаете, что у вас есть сила, что вы можете сами надеть очки. На самом деле, это Божья сила, но вы не можете осознать это. Когда происходят атаки, вас, к примеру, парализует, тогда вы понимаете то, что никогда раньше не осознавали, что это Его сила. Вы думали, что вы делаете все своей силой, потому что каждый раз, когда вам нужно надеть очки, вы делаете это, не задумываясь, что это Божья сила. Вы это осознаете только когда приходят атаки. Когда сатана атакует вас и парализует руку, вы начинаете просить Бога об освобождении, исцелении. «Боже, помоги мне, верни мне подвижность». Вы начинаете осознавать это. Но, пожалуйста, не надо дожидаться такого. Скажите, это твоя сила, Господь. Нужна твоя сила, чтобы сесть, чтобы встать, чтобы поздороваться, чтобы смотреть, спать, любить, делать вообще все. Начните свою христианскую жизнь отсюда. Здесь есть много проповедников. Если я дам им микрофон, чтобы они проповедовали, никто не будет слушать меня. Но, братья, давайте пока отложим наши Библии и послушаем откровение. Только откровение может решить нашу проблему. Что может решить проблему? Откровение. Чтобы эта Библия стала для вас откровением, вы должны сначала размышлять над ней, через размышление или медитацию. Отсюда, из этой книги, приходит откровение. Сейчас это просто Библия. Чтобы эта Библия стала откровением, вам надо размышлять над ней. Через размышление, снова и снова, прокручиваемое в вашем сердце, оно становится откровением. Размышление становится откровением. Этот процесс прокручивания в сердце перестает быть уже просто устным исповеданием. И тогда оно сможет повлиять на вас. Это станет вашим характером. Вот, например, эту Библию может купить любой. Когда вы придете в магазин, вас никто не спросит, христианин ли вы, перед тем, как дать ее вам. Все, что им нужно, это деньги. Это значит, что от вас зависит то, как она будет работать. Если вы плохой человек, ваша Библия станет плохой. А если хороший, то и Библия принесет добро. Чтобы сделать ее откровением, она должна пройти через размышления в вашем сердце. Размышление может происходить только в вашем сердце. Помните, размышлять и думать – это разные понятия. Размышление – это высший уровень. А способность думать – уровень ниже. Когда вы беспокоитесь, вы думаете. Но вы не сможете беспокоиться и размышлять. Когда вы освободитесь от тревог, вы сможете размышлять. Скажи соседу – «Я – дитя Божье, абсолютно зависимое от Него. Я должен знать, как сильно я в нем нуждаюсь. Он нужен мне, чтобы сделать любое дело, вплоть до того, чтобы говорить или смотреть». «Ты нужен мне больше и больше, Иисус. Каждый день. Как цветку нужен дождь. Как птица нужен ветер. Больше и больше я нуждаюсь в тебе каждый день». Я хочу, чтобы вы записали это. Сегодня вы – дитя Божье. И вы должны вести себя, как ребенок по отношению к отцу. Так как вы дети, то вам нужен Бог, чтобы хоть что-нибудь сделать. Вы представляетесь как дитя Божье, но ведете себя противоположным образом. Вот почему, заявляя, что вы верующие, вы не знаете, как веровать и как выражать вашу веру. То, что мы делаем, выражает то, во что мы верим. Если есть вера, то должны быть и дела, соответствующие этой вере. Вера выражается через дела. Через эти дела вера совершается. Через эти дела вера подтверждается. Через эти дела вера становится полноценной. Если вера и дела не взаимосвязаны, то должно быть что-то не так с нашей верой. Может, это вера в веру или вера в себя. Самоправедность. Я повторю это снова. Если наша вера не соответствует делам, то должно быть что-то не в порядке с нашей верой. Это может быть вера в веру или вера в самого себя. Вера в то, что сделал человек. Наука, знания и все в таком роде. Порой мы приходим в церковь и видим толпы. Видим прекрасную церковь. И у нас появляется вера. О, какая большая церковь. Чудесные люди. Сюда ходят очень многие. Президенты. Те, эти. И этого бывает достаточно для нашей веры. Или привлекает то, как служители проповедуют. Он хороший проповедник. И этого достаточно для нашей веры. Вот что означает то, что сделал человек. А вера в завершенное дело Иисуса Христа относится к области сверхъестественного. Вера практична. Она не может выражаться как-то абстрактно. Но сегодня многие прячутся за этим словом верования. Я верую во Христа. Я верующий. Но слово вера означает доверие. В конечном итоге, наши дела подтверждают нашу веру. Какие у вас дела? Ваши дела доказывают вашу веру. Ваши дела делают вашу веру совершенной. Потому что вера действует наравне с делами веры. Я говорю к детям Божьим. Вы дети Божьи? Да. Просто отцы знайте, что вы дитя. Вы знаете, что ребенку нужно от отца. Это полная зависимость. Ребенок ничего не может делать без отца. А мы призываем его только, когда приходят атаки. Он знает, что вы призываете его по эгоистичной причине. Только для того, чтобы избавить вас. А после вашего избавления вы начинаете жить самостоятельной жизнью. В то время, как он этого не хочет. Ему нужна вся наша жизнь, а не часть ее. Поразмышляйте об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!